Просыпаемся, друзья, просыпаемся, доброе утро. Сразу с телефоном встала, смотрела, смотрела и теперь встала. Вчера я была в Костка, вам все показала, вот еще ничего не убрала, купила вот такую хурьму. Кто посмотрел Костка, уже видел. Так, что у меня тут, что у меня тут у меня лежит, хочу вам что-то показать. Пришло, значит, с моей дачи, с моей дачи страховка пришла, страховка. Пишут, что повышают страховку. Вот для них это так легко, да, повысили страховку на 1000 крон в год. Ну, я ее плачу два раза в год, кажется, или четыре раза в год. В общем, повышают страховку. Вот, не буду вам показывать, но поверьте мне. Сейчас вам покажу, что я купила. Холодильник открою. А, знаете, я лучше вытащу вон туда на стол и все разложу и покажу. Покупок очень мало, но вам-то интересно. Ну, так вот, я не поленилась, разложила. Я купила вот такое масло, килограмм здесь. Ну, слушайте, там что-то костка, что-то я сейчас посмотрела свой квитанцию, вот эту вот квита. И что-то я удивляюсь очень сильно. Когда я покупала масло, все как сумасшедшие покупали масло. Там стояло, что оно стоит 89 крон, что ли, на этикетке, ну, на большом таком вывеске. Все покупали, 89 или 79 килограмм. Я думала, по скидке я купила. У меня вот в морозильнике было заморожено, в морозилке. Ну, сейчас смотрю, 120 крон. Так же, как и в обычном магазине у нас здесь. Это очень-очень странно. Дальше, что у меня, вот, бригот я большой взяла. Тоже вот посмотрю сейчас на креточке, сколько бригот этот стоил. Так, машина ездит. 70 крон. Там тоже стояло 50. Может быть, я не знаю, по каким-то там скидке специальной. Ну, все, смотрите, там ничего дешевле нету. Ну, ладно, хорошо. Мясо зато, смотрите, какой кусман я мясо взяла. Огромный кусок мяса. Сейчас его переверну. Он очень тяжелый. Огромный кусок взяла. На сколько килограмм здесь? Где килограммы? Best Furry. Это срок годности до 7, 11, 24. Но я его разработаю. Rugby made kappa. Да, вот, kappa. Kappa это жир вот этот. Это я люблю этот жир. А где? Где килограммы-то? Господи, может, вы видите, где килограммы? В общем, здесь где-то 2 килограмма, да? Краммы, оказывается, на другой стороне. В общем, почти 3 килограмма я взяла. 249 крон килограмм. Этот мне вышел кусок трехкилограммовый. Около 700 крон с чем-то. Сейчас посмотрю, я точно вам скажу. Да, 696 крон. 696 крон. Вот такой кусок. Белый сыр я взяла. Белый сыр я покупаю. Он вот такими вот круглыми этими пластами. Я его делаю с пастой или с макаронами. Это бесподобно. Без мяса можно. Просто отваришь макароны или какую-то пасту. И вот в горячем виде, когда она, кладешь кусочки вот этого сыра. И добавляешь еще там. Ну, если хочешь пожирнее. Можно масло добавить или еще чего-то. Или песто какое-нибудь. Это обалденно. Без мяса можно. И вот такие я купила десертики себе. Карамельные. С соленым солью большой морской. Вот такие десерты. Я вчера его вечером пришла, поела. Да чего он вкусный. Вот здесь это вот печенька какая-то раздолбленная, размягченная. Ну, она размягчена каким-то коньяком, что ли. Вот такое ощущение. Или ромом каким-то. Что она такая пропитана каким-то алкогольным. Ну, но это не алкогольное. Ну, такое ощущение. И очень вкусный вот этот крем. И вот этот. Очень вкусный десертик вот такой. Карамельно-шоколадный. И вот еще я купила вот такие две. Уже одну сыну отдала. Вот это для дочери купила. Это морская капуста. Уже салат готовый. Стоит 180 крон. 18 евро. Сколько здесь килограмм? Килограммы давайте. Нам надо знать, сколько килограмм. Так, где килограммы? Как ее кушать тут написано? Ну, они просто так берут и кушают. Она очень вкусная. Вот всегда я килограмма не вижу. Так, это дата годности. Ну, наверное, здесь, я думаю, 600 грамм где-то. Или 700. В общем, вот такую. А, вот. Один килограмм оказалось. Ага, один килограмм. Нету. Нету один кг. Написано готовое для употребления. Можно уже кушать. Ready to eat. Вот такие вещи купила. За все это заплатила. Ну, знаете, у меня вот здесь вот чек, да. Я посчитала по количеству. Я обычно не смотрю на цену, а считаю по количеству. У меня количество на 3 больше. Здесь 3. 3. Ну, ладно. Будем считать, что один салат. Еще один салат. А еще, значит, два остается. И суммы очень даже не маленькие. Приплюсованы. Ну, в общем, будем, ладно. Будем доверять людям. Я не знаю, не вникаю. Не хочу эти мелкие шрифты читать. В общем, купила, купила, ребята мои. Теперь у меня задача вот это мясо разделать. Его, как я сказала в магазине, что оно мне хватит на год. Вот вы не смеетесь. На самом деле, я вот его вот такими кусками разрежу. Для плова куски сделаю отдельно. Подпишу. В пакетик, в морозилку. Для жареной картошки. Для супа. Для чего-то еще. В общем, вот такими сделаю пакетиками и разложу. И, может быть, вам даже покажу, как я это делаю. Если сейчас я хорошенечко проснусь. Я же только проснулась, ребята. Только встала с кровати. Посмотрите на этого ободранного. На этого оборвыша. Моего маленького цветочка. Ты мой хороший. Ничего, ничего. Скоро я тебе куплю, братико-сестренку. Скоро, скоро. Подождите, дождись. Мне некогда, некогда, понимаете. Ходить цветы покупать. Вот пожрать бы, что купить. А этот пакетик, эти квиточки у меня в сумке сейчас нашла. Всегда храню в сумке. Полная сумка всякой бумаги. Макулатурой. Надо выкинуть это все. Храню-храню, а потом все равно выкидываю. Так, ребята. Теперь у нас стоит мясо. Мясо мы должны сделать. Вот оно такое огромное. Сейчас я буду просыпаться, кофе пить и готовить себе заготовки мясные. Хульма же еще. Вот, хульма. Ну, наверное, все правильно было в квиточке. Это я просто подозрительный человек. Подозреваю всех. Чтобы меня не обманули, боюсь. Хульму уже тоже вчера одну вечером съела. Она такая, как сказать, она не вяжет. Она жесткая, очень жестенькая, но сладкая. И если, может быть, еще немножко постоит, станет коричневой. Некоторые вот уже коричневеют, внутри видно. Очень сладкая, не вяжущая. Хульмушка вкусная. Ну, теперь я сейчас подготавливаю все для дальнейшей съемки. Помою мясо, подготовлю все пакетики, бумажки, на которых буду писать. Сохраненькая. Увидимся. Продолжение следует... 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 В общем, для заживления ранок, в Швеции продается такая мазь, и вот для заживления ранок, вот это мы используем, эту мазь, и еще он сверху, значит, посыпает присыпкой детской пудрой, ну, чтобы вообще суша была, сухое все было. Ну, не знаю, в общем, 9 месяцев придется вот так страдать. Почему 9 месяцев? Вы знаете, у меня тоже, у меня же тоже коленки, на коленке разрыв мениска был, и ровно через 9 месяцев у меня само по себе прошло. Мне тоже хотели делать какую-то операцию, там, что-то делать, я отказалась, я терпела, ходила, но я в удобное положение ногу клала, когда вот спать ложишься, даже ночью она болела, вот просто лежишь, думаешь, ты не ходишь, не знаешь, какую позу, даже ночью. Вот 9 месяцев я так тоже страдала, и через 9 месяцев у меня оно зажило, это, наверное, как вот дети рождаются через 9 месяцев, наверное, какое-то там вот новые хрящи тоже, наверное, вырастают, ну, как сказать, образовываются новые хрящи через 9 месяцев. Ну, я так понимаю, как я понимаю, я говорю. Вот, ну, на один плов, смотрите, это даже много даже, достаточно, на одну порцию, ну, в смысле, на один раз готовки. Это очень хорошо, да? В общем, когда что-то заболеет, вот я вам всегда, ребята, говорю, да, что вот все наши болезни, да, все это из нашей головы. Вот, если мы что-то неправильно делаем, если у нас мысли неправильные, или мы слишком кому-то сочувствуем, вы знаете, да, 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 вот сочувствие, нельзя никогда сильно проникаться, даже если это твой родственник, или какие-то, смотрите, как много получилось мяса, мне даже кажется, на одну порцию, или достаточно, в общем, на один раз готовить. Я же готовлю понемножку, нельзя сильно проникаться. Я вам, знаете, такую историю вспомнила сейчас, хочу рассказать. Я же работала персональным ассистентом, много лет я работала персональным ассистентом, где-то 15 лет. Вот как я приехала в Швецию, я еще 5 лет не работала, сидела на пособиях, язык учила, ну, вот после этого я начала работать персональным ассистентом. Для меня раньше эта работа была вообще неизвестная. Этот кусок, наверное, я тоже для плова сделаю, потому что большой кусочек, по полкило получается, это еще на один плов. Я же говорю, ну, а год хватит. В общем, первая моя работа персональным ассистентом была, а нет, это не первая, я работала еще в городе Евле персональным ассистентом, но когда я приехала в Стокгольм, я получила работу у профессора. Я вам, наверное, уже говорила, когда я ходила в больницу каролинскую, мы там проходили Астрид Лингрен, детскую больницу. Вот там он работал главврачом в этой больнице, и он работал в отделении реанимации. Этот человек, у которого я работала персональным ассистентом, который получил болезнь, он получил болезнь такую, от которой он спасал детей маленьких. И дети маленькие, это вот реанимационное отделение было, где он работал, был врачом. У детей были проблемы с дыханием, они не могли дышать, они устанавливали им аппараты, которые за них дышат. Это такие аппараты переносные, бывают стационарные, они как будто, знаете, за место легких делается вот здесь прокол в горле, вставляется туда вот эта трубочка, и этот аппарат за тебя дышит, легкий наполняется воздухом, уходит, и потом можно, ну, в общем, я не хочу вдаваться в эти подробности, но, в общем, вот таких он детей спасал, делал, вот они устанавливали вот такие аппараты детям, которые не могли сами дышать по каким-то причинам. И вы знаете, что с ним случилось? Он получил ту же самую болезнь, и вот он тоже получил вот этот вот, он не мог сам дышать. Я так думаю, что он спроецировал. Понимаете, вот я же вам говорю, не надо слишком сочувствовать, сопереживать людям больным. Надо им помогать просто вот как робот, ты помогаешь, то, что ему положено, надо делать, даже если вы родственник. Я так считаю, даже если ты родная мать, ты не должна вот прям вот, как сказать, вот некоторые матери говорят, да, я заберу твою болезнь, лишь бы ты жил, да. Так не надо говорить, вот бывает, я сама, кстати, грешу, я один раз тоже такое сказала, лишь бы мой ребенок был жив, забери меня, оставь ребенка. Ну, когда мы так говорим, знаете, бывает так, что мы проецируем на себя, мы забираем, и получится, и ты заболел, и ребенок заболел, и это получится нехорошо. Поэтому лучше такие слова не говорить. Конечно, я тоже раньше, не всегда я, не сразу я пришла к таким вот, как сказать, измышлениям. Ну, вот это по, как сказать, по ходу моей жизни, по опыту, который я приобретала в жизни, то, что я насмотрелась. Я работала персональным ассистентом очень долго, 15 лет, это не маленький период, и не только с одним человеком, я работала и с детьми тоже, с маленькими. Вот именно даже вот такой, как сказать, вот с этим аппаратом, даже мне попался такой ребенок, я работала потом, чуть-чуть мельче, мельче начинаю резать. Поэтому у меня очень большой опыт насчет этого, и я видела, перевидела столько, перевидела столько родителей, перевидела столько родственников, близких, которые окружают человека, да, и как кто себя ведет, и некоторые даже, да, тоже начинают заболевать теми же болезнями, но уже, как сказать, получается, два человека заболели. Поэтому не принимайте никогда ничего так близко. Принимайте с тем, что соглашайтесь, болезнь пришла, если она излечима, то будем давать медикаменты, будем лечить каким-то способом, операцию делать или что-то такое. Но если это вдруг болезнь неизлечимая, вот со многими я работала с людьми, у которых болезни бывают даны неизлечимые, надо просто с этим согласиться и жить. И надо не только родственникам согласиться с этим, но даже самому пациенту. Некоторые пациенты борются, борются, думают, что они станут. Вот, например, я работала с многими людьми, у которых был инсульт, инсульт, и уже все, они не вернутся, у них отнялась сторона. Это очень-очень редко, и не всегда, если человек уже в пожилом возрасте, он не всегда вернется к своей прежней жизни. И даже иногда чаще бывает, что он не вернется, но он живет ложными надеждами. Вместо того, чтобы жить ложными надеждами и думать об этом, лучше жить эту жизнь, которая тебе дана, проживать уже новую жизнь именно в таком положении. Бывает, особенно в Швеции дается все, даются и ассистенты, даются и помощники от государства, даже некоторым не обязательно родственникам смотреть, даже вообще не нужно родственникам смотреть. Смотрят, ну, медицинские работники или персонал какой-то дается, ассистенты даются. Поэтому надо просто жить свою жизнь уже в новом состоянии. Я так считаю. Это очень тяжело принять, я знаю. Но лучше принять и ложными надеждами себя не тешить, а просто продолжать жить. А вы думаете, а люди некоторые думают, а я буду когда-то жить, когда я выздоровлю. А я вижу, что этот человек не выздоровеет, но я не могу это сказать ему. Поэтому вот хочу вам сказать, пока вы здоровенькие, пока вы понимаете, о чем я говорю, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, чтобы вы знали. Ну, блин, мясо реже и выдумала. Это уже такая тема для разговора. Все темы для разговора у меня спонтанные, ребята. Просто про султана спросили, я хотела рассказать про султанчика. Вот поэтому у меня вот эта вот сейчас пришла. Смотрите сюда. Что-то у меня на два, на плова получается очень много мяса получилось. Да? Получилось очень много, я думаю. Я буду сразу его класть в пакеты и замораживать, ребятушки мои. Мне этого мяса, вот этого, хватит на год. Ну, посмотрим, насколько хватит. Вы же со мной, и вы всегда знаете, что я кушаю, что я беру, и когда у меня шаром покати, и когда у меня ничего нет уже. Так, я думаю, даже это мясо на три раза хватит. Или нет? Ладно, пускай. Пускай, как будет. Как сделала, так сделала. На два плова. Я бумажки приготовила, ручку приготовила. Сейчас все запишу. Так вот. Сейчас я запишу, перчатку сниму. Перчатки будем экономить. Хоть они и одноразовые, но у меня не так много перчаток дома. Ой. Ребята, оберегите себя. Если у вас дома кто-то заболел, мама или папа, или дементные люди есть, не думайте, что они выздоровеют, и не старайтесь какую-то применять терапию для них. Просто согласитесь с этим и живите с этим. Мы ничего не можем исправить. Так, пишу. Значит, я буду писать так. Для плова. Ну, плов напишу. Плов. 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 Кладу сюда вовнутрь. И закрываю. Плов для плова у нас готово. Будем продолжать резать. Для чего? Например, для мяса с картошкой. Или на бестроганов. Что-то я придумаю, и будем сейчас с вами резать дальше. Все, я положила в морозилку. Остаются еще у меня много мяса. Не знаю, как. Как и быть. Вот нету мяса плохо. Много тоже, знаешь. Но зато у меня будет. Я еще приготовила еще один ножичек. Хочу одно сделать мелко. Иногда я делаю мелко. Знаете, мелко-мелко нарежу. А потом я делаю, мариную его в сои. Уксуса. Чуть-чуть капельку уксуса туда. Соя, уксусы, какие-нибудь приправки. Ну, не обязательно. Соя и уксуса уже хватит. И все. И вот так вот оно промаринуется немножко, да. А потом жарю всего одну минуту на сковороде. Оно должно простоять вот так замаринованное. Где-то, ну, сутки в холодильнике простоит. А потом его одна минута. Она уже, считай, промариновалась, там просоилась, просоилась, просолилась. И за минуту готовится. Очень вкусно получается. Это карпаччо, но уже поджаренное. Обычно карпаччо уже не делается. Некоторые сделаю очень мелко. Люди, некоторые не любят очень мелко. Вот такая вот мелкота-мелкота. Я намельчу, ну, я люблю. Знаете, это быстро очень готовится. Я очень люблю. Например, картошку жаришь тоже. Пока картошка жарится, и мясо уже у тебя прожарится. В общем, по-разному сделаю. Разными способами. Вроде бы про все поговорили. Про болезни поговорили. Еще хочу сказать вам, ребятушки мои, мои дорогие. Спасибо вам большое за поддержку. На меня подписалось за последнее время. Нормальное количество людей. Я надеюсь, что вам понравится на моем канале. И что вы со мной останетесь. Потому что для меня каждый подписчик, я уже в нескольких видео говорила. Каждый человек, который на меня подписался, он для меня дорог. Он для меня как жемчужина. И вы у меня все как жемчужины, которые я нанизываю на свое ожерелье. Вокруг себя. Так что, мои хорошие, добро пожаловать ко мне, к тете Лили. Конечно, у меня нету таких каких-то там познавательных этих, ну, как сказать, контента какого-то познавательного. Ну, я показываю просто простую свою жизнь. То, что вот я кушаю, то, что я купила, где я погуляла, где я по магазинам походила, где я к родственникам сходила. Ну, вот такие простые, житейские вещи. Ну, мне кажется, это очень интересно. Вот. И мои рассуждения. Если вы видели в шапке моего профиля, если вы, кто интересуется, заходит, прочитает там обо мне. Откуда я родом взялась такая, тетя Лиля. Там все написано. В общем, вот так вот. Так что, у меня уже 5000 человек подписчиков. Я просто счастлива, ребята мои. Я просто счастлива, довольна и радостна. Потому что работа у меня всегда кипит. Для меня вот YouTube, снимать видео на YouTube, для меня это удовольствие и радость для меня. У меня нету никаких плохих комментариев. Ну, просто одно удовольствие. Даже если нету монетизации, мне все равно. Я живу одна, мне хватает. То, что я заработала, мне хватает. Главное, чтобы хватило на квартплату заплатить. Потому что в Швеции самое главное заплатить квартплату. Если ты вовремя не заплатишь квартплату, то тебя автоматически направляют в коронофобный. И тогда это уже плохо. Поэтому для меня самое главное работа. Работа. Работа на YouTube и моя работа, где я получаю деньги, зарабатываю деньги. Все. Так что, ребята, я уже говорю, что не надо проецировать на себя всякие болезни. Вот, например, на работе, по роду моей работы, я сталкиваюсь с разными, с разными людьми, с разными диагнозами. Просто не надо на себя проецировать. Вот ты, когда на работу приходишь, надо относиться к этому. Сейчас я говорю людям, которые работают действительно медицинскому персоналу. Надо быть, как сказать, немножко отрешенными. Надо относиться к этому, как к своей работе. Не брать домой, не брать у себя в мозгах домой и думать об этом. Вот ушел с работы и забыл, что там было у тебя. Кто там был, какие были люди, с какими проблемами. Просто забыть. Потому что мы, на самом деле, мы не можем ничем помочь. А свои мозги мы уже, как сказать, закомпостируем этим. Поэтому, если мы ничем не можем помочь, то не надо об этом и думать. Конечно, некоторые могут сказать, это жестоко. Да, это жестоко. Но это, зато по отношению к самому к себе, это очень щадяще. И правильно, я считаю, такое дело, постановка вопроса. Так, что вы там смотрите? Что вы там смотрите? Как я чабату делаю? Как красиво. Смотрите, какой хлебушек. Ой, хлебушка стараюсь мало кушать сейчас. А сейчас кушаю эти сухарики. Шведские сухарики. Много накупила разных сортов. Я накупила. И все равно хлеб пекла. И в морозилке есть хлеб у меня. Я в тот раз напекла много хлеба на кофе. На какао, говорю. На кофе. И заморозила. Я пеку хлеб вот такими. Потом режу на порциональные кусочки и замораживаю. По шесть штук в пакетиках. Вот так же, как мясо. Замораживаю. В Швеции вообще все принято замораживать. Я помню, мы когда в Узбекистане жили, мы в жизни, такое у нас понятия не было, чтобы замораживать что-то. Чтобы замораживать бульон или замораживать суп какой-то несъеденный. Или хлеб. У нас такого понятия вообще не было. А сейчас наоборот. Хлеб я держу только в холодильнике. Я никогда хлеб на столе не держу. Потому что там быстро при комнатной температуре могут развиваться всякие, как сказать, бактерии или что там. Какие-то вещества могут развиваться. Нехорошие. Так, ребята. Я чувствую, что у меня это видео затянется на очень долго. Поэтому я, наверное, уже вам готовый результат покажу. То, что я сделала. Мои хорошие. Я надеюсь, вы на меня за это не обидитесь. Если я найду какую-то интересную тему вот сейчас по ходу своей нарезки, то я вам обязательно включусь и буду рассказывать. Ну а на самом деле очень нелегко придумывать разные темы. В общем, если я что-то придумаю, я обязательно включусь и начну. А если нет, то покажу вам уже все, то, что я приготовила, уже готовое. Готовый результат вам покажу. Это точно мне на год хватит, я думаю. Поехали. ну вот я сделала еще мелко нарезала мясо я вы думаете что я понемножку очень мало получилось вот три пакетика у меня получилось вы думаете очень мало вы знаете почему я так делаю потому что иногда я готовлю всего на один раз и поэтому мне вот этого маленького кусочка достаточно вот один раз поджарить например мясо один раз сделать гречневую гречку с мясом или там макароны с мясом вот это вот мне достаточно на один раз а если вдруг не хватит то я возьму еще возьму еще отсюда так что поэтому я сейчас напишу мелко нарезала мелко мелко сюда положу и везу будет ясно что нарезано мелко мелко знаете что я подумала я наверное сейчас еще засолю мяско для плова свежее мясо вот это которое у меня есть я его засолю для плова поперчу засолю оно у меня где-то постоит день или два пока я буду готовить плов наверное на днях буду готовить потому что я давно хотела плов но я хотела сделать плов из желтой моркови и к макси я видела морковку различных цветов и желтая и красная и оранжевая и коричневая даже четырех или пяти цветов морковь я видела вот хочу там желтую купить и сделать и сделать плов и наверное вместе с вами буду делать мои хорошие сейчас я буду буду резать дальше нарежу и так как я буду солить тоже вам сейчас покажу так что далеко от меня не уходите хотя видео и длинное потерпите мои хорошие терпите тетя лелю потому что я вас люблю поэтому и вы терпите так сейчас буду резать так все я нарезала смотрите в общем я все сюда принесла здесь у меня для плова написано плов это тоже для плова это написано мелко три мелко можно делать без строганов или что-то такое здесь у меня я вот так нарезала вот такими вот кусочками которые можно будет просто поджарить сейчас я их тоже положу в этот напишу потом так положу просто жарить жареные жареные такие стейки будут вот такие они с жирочком тоже по минуте с каждой стороны так сейчас надо написать мне напишу сейчас стейки дальше у меня идет а вот один еще стейка стали сейчас подождите-ка чтобы мне не торопиться написать хорошо так стейки стейк так вот это стейк ну я думаю это мне хватит на целый год представляете стейки здесь так это для супа напишу суп две штуки два супа будет у меня здесь суп и здесь суп суп какой-то может быть сварю или шурпу сварю я сюда тоже жир жир вот сюда отделила жир отдельно вот так вот это суп написано я все вижу вот здесь смотрите как все видно так у меня какая-то машина приехал кому-то мебель привезли хотите вам покажу как разгружают мебель сейчас они ее будут разгружать я вам покажу чтобы вам для интереса тоже было так а вот это мы будем сейчас с вами солить вот это вот это я буду солить для плова плова буду делать завтра послезавтра не знаю когда буду делать так я вижу тут этот как его машинку солить буду не очень много чтобы не пересолить но это просто для вкуса многие так делают я так никогда не делала просто я увидела что люди так делают солят мясо я совершенно мало наверное даже меньше чайной ложки может быть побольше надо было он уже все выносит мебель я наверно не успею вам показать постараюсь но сейчас постараюсь и черный перчик перец черный у меня кончился ай давайте все положу черный перец последний сейчас буду чихать от него вот так засаливаю заперчиваю закрываю и в холодильник на верхнюю полку на полок сейчас вам покажу мебель там привезли мебель покажу вам у меня немножко окно грязное вот видите что-то магазин мио привез вот ребята разгружают видите что разгружают ребята мебель новая упаковка все с магазина какой-то красный диван красный диван какой-то видите машет мне рукой я ему машу такие молодцы ребята смотрите как они делают на колесиках везут им не трудно не сложно вот что мы в итоге имеем все это я сделала разработала вместе с вами пока болтала и мне даже совсем не трудно было потому что у меня есть вы поэтому мне все дается легко и с удовольствием а это будет плов плов буду с вами делать постараюсь купить желтую морковь узбекскую это коробочка из подмороженного очень хорошая крепкая буду ее использовать я сейчас зачихалась этот перец черный который я сейчас делала это мясо прямо зачихалась ладно все в общем вот вы все видели посмотрели надеюсь что вам было интересно со мной если вам было интересно обязательно не напишите или хотя бы поставьте лайк я надеюсь что я заслужила от вас маленький маленький лайк маленькое ваше сердечко вот такое вот сердечко никогда не делала но вам показываю спасибо вам большое спасибо вам огромное за то за тот аванс который вы мне даете за то что вы на меня подписываетесь и мотивируете меня жить дальше и как сказать что то делать а если бы не вы то конечно бы никакой жизни бы у меня не было вот правда правда вам говорю ладно пока пока всех вас люблю спасибо вам большое будем продолжать